Давным-давно Светные сны, креснири Добрый вечер, мальчики и девочки! Что с тобой, Богдан? Подожди, не сбивай! Да я... Ну вот, сбился, теперь придется заново считать. Привет-привет, ребята! Так, 35 плюс 14... А-а-а, так ты считаешь? О, нет, я снова сбился. Дай мне буквально пару минут. Мне надо понять, хватит ли мне денег или нет? Ой, все, молчу, молчу. Ротик на замок. Слушай, так может на калькуляторе будет легче? Конечно, если бы он у меня был. У меня его нету. Все, прости, не отвлекай. Подожди, а может на пальцах посчитать? Я так всегда делаю. Короче, все, потом посчитаю. Нет, ну если серьезно, давай на пальцах, я тебе даже помочь могу. Не хватит твоих рук, но мы их посчитаем. Ой, ну ты даешь. Еще скажи, что на пальцах нам считать будем. А почему ты так удивляешься? Можно и так? Это шутка. Если бы, известный русский путешественник Миклуха Маклай описывал, как пользуются пальцевым счетом туземцы Новой Гвинеи, папуасы. И там они считали, представляете, не только на пальцах рук, но и ног. Нет уж, я лучше по старинке на калькуляторе посчитаю. Так в том-то и дело, что на калькуляторе это уже по-новому, а на пальцах по-старому. Послушай, тебе понравится. Когда папуас загибает один за другим пальцы руки, он говорит, ну типа Бе, 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 Бе. Загнув все пальцы, он говорит Ибан Бе, то есть одна рука. Переходит на вторую руку. Загнув все пальцы, он произносит Ибан Али, то есть две руки. Ну а ноги с какими фразами? Самбо Бе, то есть одна нога. Самбо Али, две ноги. Если папуасу не хватает своих рук и ног, он пользуется чужими. Ты точно это не выдумал? Интернет в помощь, если не веришь. Ладно, я потом посмотрю, а то мало ли. Кстати, может для нас это и странно, но кое-где счет на пальцах сохранился. И сегодня, например, на американской бирже. Маклеры на пальцах, не произнося ни слова, сообщают о предложениях, запросах и ценах на товары. Но ведь так можно сбиться. Уверен, что нет. Это уже привычка. Все равно, что считать на счетах или калькуляторе. О, кстати, у моей бабули до сих пор на работе счеты остались. И она говорит, что на них легче и быстрее считать. Ну вот, что и требовалось доказать. Кому как легче. Так что, чем хуже счет на пальцах? Если тяжело в уме, то давай на пальцах посчитаем. Нет уж, нам с тобой пальцев рук не хватит. Тогда ноги подключим. Шучу, шучу. Кстати, а это твой мобильник? Ну да. А ты разве не знаешь, что в них всегда есть калькуляторы? Ой, точно. Вот я даю. А ты не мог мне раньше подсказать? Нет. Нет, сначала я хотела рассказать тебе и ребятам про пальцевый счет. Просто случай был подходящий. Ясно. Ну спасибо и за информацию, но и за подсказку. Теперь можно с легкостью прочитать, что мне нужно. А я пока мультик посмотрю. Кстати, Богдан, ты так и не рассказал нам, что ты подсчитывал. Да просто. Мама отдала мне денег в магазин и сказала, что на сдачу могу купить тебе мороженое. Вот я и хотела посчитать, на какое мороженое мне хватит. И что вышло? Даже на целых два хватит. Одно для тебя, одно для меня. Ого. Вот это поворот. Пошли скорее в магазин. Пока-пока, ребятишки. Пока-пока. Скоро увидимся. Я люблю шоколадное. Я тоже. Цветные сны совсем не спят, Чтоб нам спалось не скучно. Но чтобы их не упустить, Надеть пижамку нужно. В постели тихо задремать, И звездами укрыться. И сон цветной за хвост поймать, Он спрячется в ресницах, И будет тихо снится. И будет тихо снится. И будет тихо снится.